СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ ВАШЕ ЗВАНИЕ РЕГАЛИЯ НО ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ БОРЬБОЙ ГРЕПЛИНГ СОЮЗ НЕРУШИМАЕТЕСЬ БОРЬБОЙ ГРЕПЛИНГ Чемпион Баку и Республики Азербайджан в весовой категории до 65 килограмм это как раз ММА смешанное единоборство ну тут еще есть как бы победитель международного турнира в Греции и мне послужной список нравится хотя вот японцы говорят что если ты не проиграешь ты не обучаешься и не двигаешься но тем не менее вот у нас Эльвин имеет 15 побед 2 ничьи всего молодец он сам уже опережает ну давай я скажу громче так вот со вкусом с местом и так далее и ноль поражения как там выходит на ринг и говорит и это Эльвин ну и так далее так все и бывает с таким пафосом представляют спортсмена ноль поражения надеемся что и не будет тему спорта мы кажется если поднимали то достаточно давненько в программе союз нерушим вот настало время да поговорить об этом как долго вы уже этим занимаетесь и сколько вы уже выступаете за именно вот за Киров за наш регион ну лет с 12 с 13 наверное на протяжении примерно 10 лет то есть в разных видах себя фокусировал Елкин говорит да фокусировал в разных видах себя сперва с дзюдо начал там выигрывал какие-то соревнования в основном областные потом ну призером был на всероссийских на международном турнире вот и потом перешел более на бокс потом начал это совмещать там выступали где-то на армейском рукопашном бое на соревнованиях с дзюдо на бокс да с дзюдо на бокс интересный такой переход ну как-то совместить смог и по боксу тоже выступал хорошие результаты более-менее были на уровне области вот и в основном все это у меня направлено конечно на такую деятельность политическую больше чтобы в дальнейшем бить морду своим политическим противникам сразу как бы да оппонентам что тут слова оппозиционно сразу раз и все и нокаут нет нет немножко не так слишком так грубо обращаться нельзя конечно ну ласково как в дзюдо поднимаешь ласково и делаешь бросок понятно а почему именно на политическую борьбу ну хочется конечно так как в нашей области спорт не сильно развит особенно в боевых видах вопрос вопрос спорный конечно где-то он побольше побольше с остальными областями которые к нам ближайшие регионы вы ездите вы знаете и хотелось бы да в дальнейшем чтобы и финансирование лучше было в спорт и как бы продвижение больше было и наших этих самых ребят да было больше которые выступали и выигрывали бы места на международных аренах на чемпионатах России на приволжских округах и так далее ну что такое греплин то давайте греплин это техническая борьба тактическая борьба называется я накануне поинтересовался мне википедия выдала ответ что греплин это разновидность борьбы где но она более жестче там больше приемов каких-то болевых удушающих да появилась от бразильского джиу-джитсу просто без кимоно получается джиу-джитсу кому-то 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 нет кто побеждает тому же зрелищ и как долго вообще этот вид борьбы развивается у нас в городе у нас в городе где-то развивается наверное на первом турнире я выступал вот как раз и вроде он как региональный был и это было наверное в году нет 14 или 15 совсем молодой да молодой вид спорта на территории Кировской области молодой или вообще ромал нет на территории Кировской области а ты-то когда начал заниматься грепплингом я начал заниматься год назад всего лишь и уже и уже у тебя есть значит призовые места да на всероссийском турнире выступал на область представлял Кировскую область представлял Кировскую область вот и на всероссийском турнире ты занял второе место второе место молодец серебряный призер серебряный призер то есть всего год занимаешь но всего лишь год а где вы вместе занимаетесь или в разных не только другой школе занимается от кирово-чапецкой школы выступаем аж понятный у нас от кирово-чапецкая рассказать сша 4 сша 4 там много народу занимается наших как бы парней но я имею ввиду кировчан ходит много но спустя некоторое время отсеиваются остаются всего почему почему да тяжело то не выдерживает кто-то получает травмы с физически физически тяжело это но это очень интересный вид спорта разнообразный а то вообще грипплинг к нам занес сюда еще было не стать его именно этой борьбой заниматься ну насколько я знаю президент федерации мама это у нас высокий александр владимирович и вот от него пошла инициатива первые соревнования как раз таки он и проводил так что спасибо ему большое за это что внес вклад в развитие грепплинга так что будем ну вы что удовольствие от этого что это особый вид он лучше чем дзюдо лучше чем вольная борьба нет каждый это конечно спорный момент каждому свое но достаточно как бы и вольную борьбу и дзюдо и бразильская джурджуц и самбо там все совмещаешь и грубо говоря то что бокс с борьбой совмещаешь и выходишь на мма тут тоже самое только всю борьбу совмещаешь и выходишь по грепплингу но и мама это у нас еще борьба без правил боя без правил или все таки смешанные не единоборство это как правильно как правильно на говоря смешанные или будет смешанные и на борту и там правил нету души ломай ну куда-то бить нельзя или везде можно нет конечно в пах там нельзя пить в пах нельзя в глаза во все остальные ну глаза выкалывать нельзя нельзя зубы выдергивать и реализирует они солича на самом деле вы видели эти поединки видели ведь это там ну прям так бьют что глаз сам хочет вылезти мне кажется иногда жестко конечно да ну такая вот мужем мы плавно переходим к львину да да у нас у нас значит сегодня самые титулованные да можно так сказать ну ребят все впереди эльвин ты родился где баку в азербайджане сюда приехал недавно недавно учиться нет работать работать и хочу это спортзал открыть тебе хочется открыть спорта то есть ты уже хочешь так бы на заниматься собственно говоря пропагандой ммай значит и идеологии и борьбы на территории кировской области но я думаю что тебя тебя ждет успех если ты правильно построишь в этот спортивный бизнес такой да еще надо каждого так можно сказать на спорта да с как как долго вы с чего начинали вот ребята рассказали уже борьба была бог я раньше в рейслинге занимался рейслинга потом чуть-чуть боксом занимался через армия закончил котелами когда замкать закончим на дождь из хотя вот тебе надо и мама заниматься на потом я пока у когда вы тоже у меня там это у нас клуб есть эти файд клуб он займите за ними ты на ютубе тоже на римана база как называть клуб ты ты файд клуб ты ты файд клуб поединок у нас там тренер шарьера пасу бахтера пасу не за не на основе научили там никто почти там пять году занимался там а после меня травма был на голове я просто лечит за начал ну там это как не смогу заниматься не травма была сильно после этого я в баку было это по куда это больше боя у тебя такая травма после боя до последнего греции был там оттуда по странах очень сильного потом я не сказал бы отдыхать надо немножко бросил никак не бросил просто сам себя занимаюсь дома там братом заниматься на бульсаре за него там сам себя за роста мы хотим руссо ну то есть есть как бы пока ограничение которое врачи установили даю пока не нужно заниматься все понятно все понятно скольки лет ты занимаешься я в лес нет заниматься где меня 9 или 8 лет нас какого возраста возраста ну со школы там а школа шести-семи лет до 67 занимается рестлинг прессинг занимался потом перешел на бокс на бокс течет урона скорость там скорости надо скорость в основном смысле чтобы удара избежать быстрота потом после армии когда я закончил варна армия уже после и греции был или не меня пока пока это а то есть ты понятно то есть после армии уже начал заниматься плотно ммм и все понятно идти сейчас ты приехал и в общем хочешь организовать вот такой спортивный зал зал почему милой почему именно киров был выбран родные здесь потому что по вам не здесь папа папа потому что родные родные здесь ну что дело хорошее здоровый образ жизни как бы мы приветствую чтобы больше кировчан занимались ребята насколько сейчас вот развито именно направление у нас это в нашем городе вот и сколько вообще желающих заняться боксом борьбой и мы мы это можно сказать что интерес к этому растет или интерес к этому растет и конечно не так быстро но дай бог в будущем все будут заниматься по сравнению с тем же баку там это нет более разве там более развитые парни более стремятся чем здесь тут сложно как бы сравнивать я бы даже не справнивал потому что ну баку это все-таки нас с населением там еще с пригородами это огромный из общего коэффициента брать конечно да и ну все-таки данный баку традиционно любила борьбу как бы традиционно откуда вообще вот эта любовь как бы там парень с кавказом обязательно должен быть борец ну вот слышал что у нас я извиняюсь у нас есть татарская борьба куреш на так вот гуляш значит в баку это тоже национально имеет много всем праздником как бы значит борются люди и это всегда пропагандировалась азербайджанцы были воинами и свое время очень длительное историческое время халифат держался на воинах азербайджанцев как воинах которые умеют биться страна всегда люди всегда сопротивлялись там тем кто хочет завоевать и так далее в общем сама история сама жизнь она подталкивала к тому что нужно обладать этими качествами и вот слава богу что теперь в азербайджане снова вот пропагандируется спорт борьба есть такой подход но сравнивать сложно потому что население все-таки баку и население кировской области но но минимум 10 раз отличаются друг от друга и понятно что в кирове вам будет непросто но я считаю что есть все возможности основания для пропаганды развития этого вида спорта ну а что вот как вот сделать вот может быть ильхин уже может быть думал значит как сделать то вот какие нужны меры своей точки зрения ну не просто там финансирование зачем это финансирование вообще не хватает залов не хватает тренеров чего не хватает почему залов то как раз таки хватает больше рекламы нужно мне кажется в эту деятельность и то чтобы народ потянулся сам к этому не стояли там за углом там не курили не пили ребята молодые в интернете дома не сидели то есть нужно это сейчас не просто не просто реклама вообще такая целая какая-то концепция привлечения да 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 к занятия спорта смотри вот чтобы реклама была и привлечение нужны именитые люди вот побольше бы их сюда приезжал это одно дело он приедет и уедет но приехал спасибо как бы вот у нас эльвин приехал как бы уже именитый человек вот откроет там наверное его зал когда он откроет так и бы как он побольше как раз но лучше когда свои достигают как бы определенных успехов у нас ведь есть большой зал единоборств там да есть дворец единоборств дворец вы имеете к большую довезти на борту да вот мой тренер рискировать чапецкой раньше там тренировал малышев роман вот является он тоже призером россии как по боксу таки борьбе и чемпионом россии вроде насколько я знаю был мастер спорта как по боксу так и по греко-римской борьбе и вроде как по рукопашному бою трижды мастер спорта вот надо вот это пропагандировать я считаю и конечно нужно вот на что нужно здесь надо бы устраивать периодически крупные турниры на территории кировской области вот это будет реальной рекламой а не просто плакат повесил с фотографией там рэмбо условно говоря у нас более чем областного уровня не бывает соревнования бывают были тут по мм и перевозки федеральный округ соревнования окружные вот ну как то не знаю вроде не повлияло сильно так новость в чем проблема денег у нас не хватает на их проведение или призовых было мало или не знаю пропагандировали не знаю может изначально как-то так сделали что народ не подтолкнулся к этому что ли у нас же как на ветке на же тут лыжи развитые да например хоккей и лыжи нет но наши боксеры они ведь тоже неплохо выступают на всероссийской арене спорт неплохо вообще в любой области лишь бы развивался и лишь бы народу к этому больше стремилась а без разницы хоть ты футболом занимаешься хоть и боксом занимаешься роман что ты думаешь я согласен с алькина согласен а может быть вот ты же с ребятами нам вот ты говоришь что вот пришли и ушли но самое главное это стремление чтобы отчета человека зависит как бы без разницы приходит вот туда в зал и зачем он уходит оттуда он приходит на тренировку тренируется а потом уходит каждую каждого своя цель кто-то хочет вот кстати я дополню этот ответ некоторые вот я много ребят таких замечал кто-то приходит там два-три дня пришли в зал бокса руками покидали и чувствует себя уже какими-то чемпионами мира ну как реклама вот это реклама вообще не подготовлен то есть с нуля там что-то ну с нуля да или грубо говоря что-то там руками раньше где-то на улице махался и пришел в зал и все я уже там какой-то крутой парень я даже во дворе всех положил теперь тут готов да есть ребята которые годами занимаются там выигрывают крупные турниры ведут себя как настолько смиренно да и настолько терпеливо скромно да скромно что позавидуешь то есть то есть они только на ринге собственно большого мастера я вам скажу как человек который тоже занимался таскать борьбой большой мастер всегда ведет себя скромно потому что но не пристало ему на улице значит будучи там сильным спортсменом на улице там показывать свое искусство кому на улице показывать человек не понимает с кем он умеет делать ну что с ним как бы чего тут кому показывать поэтому скромность это признак профессионализма я вот я вот так скажу причем не только в спорте вот говорил один великий боксер в отмене по киао вот у него изречение из уст его было такое что те кто ведут себя смиренно будут возвышены а те кто возвышают себя будут унижены это почти что цитата из библии грубо гряда и и последние станут первыми говорит иисус рома вы сказали что год еще до с борьбы гребна так еще занимаетесь были моменты когда блин тяжело может уйти и завязать не были честно не было такого стремления травму получал но как бы ты не останавливал все равно как бы ходил травмы это в основном что ну так вы менять растяжение растяжение переломов слава богу нет не было слава богу не бывают у борцов травмы который крест ставит без травм никак это как бы ну как же иначе ты познаешь возможности свои да если причем даже однажды их не переступишь там что любой варшинами да но к сожалению кому-то это закрывает вообще уже дальше путь элвин бывает страшно перед поединком или вот как настраиваете себя на выход на ринг но у меня пока никогда него не было нет не было нет а что бывает продумываешь что-то сосредоточенный или какой или такой как волк злой на мы сейчас я тебя порву и не я всегда напали на соперника уважаю первый всегда уважаю с кем я буду вот бою бывать я всегда их уважаю предварительно ведь все равно идет изучение соперника да и он что он что он где-то что за техникам какой слабо местного где какой надо узнать все с кем ты вот за ним будешь порадиться будешь но но на знать я всегда вот узнаю какую где его слова место есть бывают ведь людей у которых нет слабых или не бывает не может быть им каждому человек все равно не слабо места есть вот у меня например это у меня немножко нога нехороший не могу делать что битом поднимает нога ногами до его стяжки не хватает . не хватает научился все давно это раньше был преврат когда я вышел на бой первый раз когда я ничего не смог делать потом меня научил я даже в леснике занимался за этого потом и на ты ты когда я тетевать клубом заниматься у меня три наша работа там все ребята друзьями научили как надо делать оттуда я узнал ну а кто из вас может на шпагат сесть как-то в детстве неожиданно спросил еще на шпагат сейчас уже нет же возраста потому что или же растяжка ну да вот и вин как настроить себя на бой какой-то личный секрет отключиться от всех мыслей не знаем сосредоточиться только на ринге этом пространство только на бой надо думать она будет на треновку надо заниматься хорошего каждый день вот она все готовится надо прошу не знаю все можно там как научиться держать удар вот ты получил пропустил но но продолжать при этом бой при этом стоишь и бьешься нас лишь плюс как как это духом духом 3 надо характером духом бьете внутри да ты же постоянно собираться но за есть кому-то попадает хороший удар и он сразу начинает отворачиваться да да не может продолжать дальше или же стоит и ждут когда его добьют а есть те кто попадает удар но духом силен характером силен вытаскивает уже бой слушайте расскажите пожалуйста вот как профессионалы многие голливудские блокбастеры в них ведь как вот когда все мочит 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 он уже там в индийских фильмах он там уже все главный герой положительный герой да он там растоптан уже все он истекает кровью но он вот собирается и все побеждает его злодея насколько это соответствует действительности достаточно мало соответствует действительности наверно 10 к 90 вот поэтому фантастика в общем это кино в общем это конечно вы большие молодцы да что вот показываете своим примером что этим надо заниматься можно заниматься вести такой образ жизни здоровой реклама дай у нас сейчас давайте мы прервемся и продолжим программу союз нерушимый ведут программу по традиции ази сагаев и владимир сметанин и наши гости спортсмены кировские азербайджанцы как мы их называем да илкин сулейманов эловин гусейнов и аромал рзаев бокс дзюдо ммай вот такие очень жесткие такие мужские да виды спорта но кстати девчонки тоже участвуют конечно и но на это сложно смотреть честно интересно нужно нужно переломывать все-таки себя да я вот не могу не бокс не могу смотреть женский не ну не могу я на и вот художественной гимнастика это хорошо это фигурное катание неплохо танцы танцы да ну дзюдо я бы тоже как бы но все-таки волейбол допустим кантбол мне как на днях попадался как раз таки видеоролик где тоже по моему спортсменки мм и такие молодые девчонки одна пытается и мы заранее и так ну перед поединком морально задавить там кривляется что-то перед ней знаете как это бывает а та ведет себя совершенно спокойно хладнокровно ну кто победил угадаете ну кто хладнокровен кто хладнокровен правильно правильно настроился на кто настроился правильно тут и выиграл значит поединок до в ближайшее время будут ли какие-то соревнования куда можно прийти вот посмотреть наши слушатели заинтересовались куда куда прийти будут вот соревнования по боевому самбо 10 декабря во дворце не на дворце не морс и там же будут 21-22 соревнования по боксу областные чемпионат области чемпионат области вот и как открытый открытый то есть у нас будут из коми из других соседних республик но ты как раз там собираемся выступать а и ты будешь участвовать да на боксе точно буду но по боевому самбо посмотрю так как у меня с куртками проблемы немного с чем с куртками там же самбовки надо одевать кимоно да руки не могу приручить еще к этому да надо все равно к этому привыкать да и кимоно это же еще и еще правильно надо уметь кимоно соперника обращаться чтобы завязывать его там тем более больше очков баллов дает не за удар а за то что это там его повалил на души поэтому немножко не мой стиль понятно роман у вас планы ближайшие спортивные где выступить но я хочу сейчас позаниматься немного греплингом потом перейти на вольную борьбу потому что мне она очень нравится и никогда не занимался я многими видами спорта занимался но хочется чего вольную борьбу попробовать посмотреть он были очень похожие виды спорта так что ничего там грубо говоря не теряет кроме болевых но на вольной борьбе ведь смотри очень большая конкуренция в россии знаю и на мировой арене там очень плотно дам миром азербайджан там болгары там ну кроме россии я имею ввиду конечно готов конечно готов всегда готов так сказать славное спортивное знамя кировской области или аверх до россии так сказать понятно но это на достижение все равно половина у вас когда впереди какие соревнования пока не знаю я только пока думаем спорта надо открыть пока первое дело все спортзале в какой стадии открытия спортзалом нашли место уже или пока еще подыски но нашли место нашли на арендовать будете но это на наше здание пока это вы его переоборудовать будете будете но отлично хорошо когда материальные базы то но мало молодее придет забыли заниматься то ну дам смотри но оснащение требует больших как бы финансово очень больших само здание может быть даже дешевле будет стоить чем вся начинка который надо будет туда поставить ребята вы ведь учитесь да учитесь где в городском государственном университете юридический факультет заканчиваем оба нет я закончил медколледж на стоматолога сейчас в чебоксарах на зоочном обучении тоже на стоматологическом уже выше получая же конечно и при этом работаете стоматологом ну да я сейчас стажируюсь в детской областной слушать а какой прям вот и делаю со всех сторон и ты пока на высшем образовании первый курс до 1 курс а ты элькин последний ты уже заканчиваешь на последний курс ну то есть это будет юридическая контора если по-хорошему не решишь значит юридическая контора по выбиванию собственно уже отучившийся отслужив унион же своими планами да уже есть семья конечно дети да есть сколько сколько 5 месяцев 5 месяцев 5 месяцев на сын дочь сын но вы с ним это самой коллеги я тоже молодой папа у тебя у тебя серии сица от 7 7 месяцев на я думаю чего он такой сонный сонный сегодня ночи не спит где ночи работе к на она болит ночи работаю за этого у нас там это пляж на клубе сам ночи работать за это сплю но вот надо все успевать надо совмещать расскажите о том как вы тренируетесь но тренируем сейчас конечно меньше чем могли бы так ты на тренироваться 5-6 раз в неделю тренируемся 3-4 раза сколько часов по 2 часа час 40 час 50 это все равно она определенным образом тренировка проходит то есть у него там есть регламент определенный да там конечно сперва разминка разогрев до разогрев это получится но это все таки любительский уровень скажем да да это больше любительский на профессиональный уровень что выходить надо но хотя бы мастера спорта выполнить если мастер спорта ты не выполняешь там пока делать ничего особо по какому нибудь виду спорта именно но я имею виду что вот по количеству часов которое вы тратите на тренировки это все равно любительский уровень профессионал он живет каждый день по шесть часов до 5 часов 3 тратит по две-три тренировки в день л вин вот хорошо знает об этом можно поподробнее сколько тренировок где 23 тренировки полностью этим живешь на тренировался передохнул принял пищу и снова в буй в общем пашешь 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 я когда вот время на иду дома тоже занимаюсь вместе про этом там что так 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 у нас дома все есть оборудование какой на груша там езжу да это ножом чуть-чуть езда все дома заниматься когда верьма бывает вот я думаю будешь его делом тоже будет сам убийство будет если я здесь подожди я думал он будет сам убийство и у вас есть коронные приемы вот ваша фишка такая ну да конечно не знаю что это я не прошу показать это бросок до 1 образу рассудом оказывать только на володе конечно тоже какой бросок но это сзади так просили брошу прогиб и рогина прогиб и прогиб у тебя ясно но прогиб требует я не не специалистка что это один из основные один из самых один из разных видов чтобы твой соперник головой стукнулся желательно сразу один раз и все обматы ну да а вы елкин как-то уже общаетесь с руководством города региона какие-то идеи высказываете по поводу развития спорта ну да что заявили что в политику решили общественной деятельности да являюсь помощником депутата какого законодательного собрания балубердина юрий александрович это мой декам бывший декам исторического факультета уже почти родственник вот да как общаемся и хотим в дальнейшем выйти вот на то вы молодежном парламенте нет до молодежного член молодежного парламента на прошлом созыве был на этом пока не стал вот и как-то хотим дальнейших продвижений больше вот тут в резерве пока себя оставил не стал туда хорошо какие главы не курс надо написать дипломную работу да на последнем курсе бакалавриат или бакалавриат бакалавриат вот потом на магистратуру еще два года ну какие конкретно то вот есть предложения сейчас по части развития спорта у нас в регионе в городе ну по части развития конечно хочется чтобы именно приглашать каких-нибудь известных личностей побольше сюда и почаще и проводить соревнования известных и желательно крупных чтобы издалека было видно да издалека как никогое валуев но которые приезжают и чтобы соревнования на этом уровне проводить тоже хорошие и тогда больше и народу будет тянуться к этому ко всему и пиарить хорошенько до начала соревнований чтобы интерес проявлялся у людей и вот например в разные регионы области ездил республики так далее там видел например местная звезда есть там татарской республики на грубо говоря и у него там плакат стоит с его лицом что вот такой-то там человек является там победителем турнира и скоро будет выступать вот там скоро у него бой и так далее вот у нас это не развито в кировской области почему бы нам тоже да почему бы нам повезло на весна даже страница у нас знали и у людей будет проявляться интерес ага я с этим знаком давай-ка тоже затем потянусь и может у меня тоже что-то получится и вот как бы это людей уже мотивирует потому что посмотрите на татарскую республику как они выступают на окружных соревнованиях на россии и так далее а как наша область это уже два разных уровня поэтому один из планов у меня вот развитие в этой в этом направлении еще возможность какая пропагандистская работа а где средства будешь брать средства уже должны выдаваться из и руководящих должностей из бюджета и бюджета и бюджет и конечно спонсоры если уметь правильно к этому подходить и спонсоров еще уметь надо привлечь к этому чтобы у них тоже был свой ну вот известный спортсмен например на руке у него часы какого-нибудь известного часового магазина уже спонсор как вариант как вариант да есть много задумок есть на будущее пока их не хочу так разголосовывать чтобы не украли мою патентную идею но в целом такой настрой позитивный настрой и как бы продумывал я это уже как в течение двух лет грубо говоря и на следующих депутатских выборах дай бог если все получится то уже больше избираться до продвинем до идеи молодежный парламент или уже зак собрали зак собрали так что дай бог посмотрим все будет ромал но ты тоже вот у нас все-таки призер там все такое ты как собираешься профессионально борьбой заниматься или все-таки пойдешь и будешь профессиональным стоматологом как вообще ты себя видишь я себя вижу стоматологом но по крайней мере хочу мастера спорта по борьбе это реально конечно ли на главное желание то есть это участие в турнирах турнирах разных видов они победы и постепенно вот можно подтягиваться к этой мечте но мастер спорта почти профессионал эти согласен минимум пять раз неделю минимум по три часа зал на желание 3 забыв зубах пациентов ну как но лишь тренируется что если показать себя неправильно поведет там резко как бы учился и совмещал тренировки мне не мешало но сейчас работать работать то все равно придется больше чем учишься и студенческие годы это золотые годы это годы когда можно все успеваешь делать потому что не целый день учишься все что можно попробовать жизни надо попробовать студенческие годы того и согласен а там дальше уже когда уже начинается таскать будничная жизнь работа семья семья эти и так далее там уже приходится выбирать одно из двух я пока не спешу с этими девятнадцать лет так что девятнадцать лет парни шо вы представляете я в девятнадцать лет женился у меня в двадцать сын родился ну каждый человек своя история конечно у нас беседа завершается уже время истекает я и лвина еще хочу спросить все таки когда ждать открытия этого клуба или пока рано еще как-то загадка рано пока рано еще очень рано открыт для всех будет желающий конечно если человек хочет приходит приходит за научим научим и ты ничего скрывать не будешь все расскажешь своим посетителям каждому построишь правильную программу да и толстым и худым и здоровым и больным ну на по столу с ты ходи по доходенький проблем много спасибо большое удачи вам на вашем спортивном и не только спортивном поприще илкин сулеманов элвин гусейнов и рамал урзаев всем большое спасибо да салам алейкум до всего доброго до свидания союз нерушимый